всем привет с вами канал art money и сегодня у нас на обзоре вот такие вот дрожжи из магазин светофор которые стоили около 10 рублей здесь вот более четко написано как они называются релеш релеш наверное рыбы пекарные сухие быстродействующие здесь у нас 100 грамм даже довольно много вот так здесь есть рецепт кстати очень интересно я люблю рецепт как правильно заваривать здесь написано может быть наверно это тоже к рецепту скорее всего относится не заваривать а вот чтобы они поднялись вот есть также сайт их почта и номер телефона вот и сегодня мы с вами их испробуем хорошие это дрожжи у нас или нет давайте их откроем и посмотрим что же у нас внутри кстати такие надутые довольно давайте я уже отрежу здесь рецепт хочу его портить так нам понадобится тарелочка и сюда мы высыпаем дрожжи совсем немножко так они выглядят на вид честно как обычные как и все дрожжи точечками полосочками ничего особенного дрожжи и дрожжи мелкие такие дрожжи себе и дрожжи так и сейчас я их замочу так же потом покажу как они поднялись за какое время как поднялись и так же я буду выпекать хлебушек так же покажу какой хлеб получился и вкусный он получился с ними или нет сильно у них присутствует аромат дрожжей потому что бывают некоторые дрожжи что в хлебе нет их аромата то есть бывает даже такое вот обычно это бывает у недорогих дрожжей дорогих дрожжей наоборот запах присутствует поэтому проверим их так смотрите вот она поднялась вот так она выглядит но еще принципе 15 минут до поднятия я открываю раньше потому что сейчас духовке буду еще и час держать чтобы она у меня поднялась именно до до этой формы чтобы она была такой прям хороший кусок хлеба сейчас буду перекладывать посмотрите вот он сложился и довольно его кстати много я думал здесь будет гораздо меньше его теперь подождем он меня выпекется и будем с вами его пробовать уже хлебушек так ну вот наш хлеб поджарился посмотрите насколько он поднялся обычно ну вот тут прям вот вот этот вот кончик прям хорошо поднялся обычно как-то он немножечко у меня поменьше вот запекался подымался он час у меня я про него забыла и запекался он где-то минут сорок вот мне уже казалось что он прям такой поджаристый но нет он довольно такой светленький здесь еще просто тень сейчас мы его с вами будем вытаскивать и потом пробовать когда он уже остынет сейчас он очень горячий так ну вот наш хлеб он уже остыл я его разрезала он очень мягкий вот вчера еще он был поджаристый когда я его вытащила сразу практически ну дала немножечко ему остыть разрезала немножечко дрожжами пахло сейчас вот уже не пахнет вообще дрожжами вот я принюхилась принюхилась кусочку самому хлебу вообще не пахнет то есть другими дрожжами допустим запах остается он пахнет и потом и на второй день на третий день и на пятый день он остается тут вообще нет запаха дрожжей есть запах хлеба очень ароматно кстати пахнет серьезно говорю вот он мягкий второй день ему он мягкий я думаю принципе эти дрожжи довольно хорошие и много раз я замечаю то что чем дрожжи дешевле тем запаха у них нету то есть вот эти принципе они довольно дешевые там рублей 10-15 что ли за 50 грамм они стоили в принципе это намного хватит если вот так печь хлеб я где-то в этот хлеб добавила 10 где-то нет не 10 а 11-12 грамм я всегда добавляю в хлеб на 500 грамм муки то есть ну вот принципе нормально пахнет он просто восхитительно именно пахнет как домашний хлеб такой вот очень ароматный также рецепт кстати на хлеб будет в конечной заставке вы можете его посмотреть как я делаю хлеб это хлеб у меня самый простой самый такой быстрый рецепт когда нужно срочно белый хлеб побыстрее вот то есть в принципе ну знаете единственное неудобно то что нужно каждый раз взвешивать эти дрожжи то есть я привыкла пакетик раз высыпал там поставил замочил их и все и все супер на замочил все это еще надо взвешивать там то есть муку взвешиваешь дрожжи взвешивать то есть не совсем удобно но я думаю я наверное этими дрожжами допеку хлеб все-таки вот здесь кстати с вами остался рецепт давайте посмотрим какой здесь у нас рецепт остался здесь у нас пирожки добрый папа пирожки добрый папа надо было конечно смотреть что это изначально когда я показывала а ну вот тоже написано сухие дрожжи 10 грамм ну они 10 грамм везде добавляются сахар сколько-то вам потребуется ну короче ладно может быть я когда еще раз куплю еще еще будут есть еще попробую как эти дрожжи и потом может быть я в конце напишу свой отзыв если будет что-то плохое я найду в этих дрожжах то напишу свой отзыв также еще посмотрю на хлеб сколько он может храниться и в конечном итоге какая у него будет плесень вообще домашний хлеб вот чисто у меня домашний хлеб хранится от пяти до семи и десяти дней то есть бывает даже вот так вот если на улице холодно на подоконнике у меня очень холодно то он может даже до десяти дней пролежать а пробовала хранить в холодильнике ну немножко он там мокнет ему дышать тяжеловато видимо он немножко промокает это не очень хорошее я храню на подоконнике у меня на кухне очень холодно ну не очень как бы холодно на кухне и на подоконнике у меня тоже холодно так же на сегодня все я сказала вам все что хотела мы с вами проверили эти великолепные дрожжи я надеюсь что они останутся великолепными вот всем спасибо за просмотр с вами был канал art money подписывайтесь ставьте лайки обязательно пишите обязательно свой комментарий как вам дрожжи пробовали ли вы их понравились они вам не понравились напоминаю купила их в светофоре где-то рублей 10-15 за целую пачку такую вот а также вы можете написать свои рецепты своего хлеба либо под этим роликом либо в конечной заставке будет рецепт на этот хлеб можете внизу я обязательно вместе с вами его приготовлю мне интересна эта тема очень вот и всем пока пока с вами был канал art money и 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